Связь между убийцей и джихадистским подполем вроде как не установлена. Впрочем, даже если следователи придут к выводу, что преступник и в самом деле просто опалаудневший наркоман, вряд ли это изменит хоть что-то в настроениях местных жителей, которые, как выясняется, уже нередко подумывают о том, чтобы навсегда уехать из Европы. Просто потому, что больше не чувствуют себя здесь в безопасности. И среди тех, кто уже решился покинуть эту некогда тихую гавань, немало и наших бывших соотечественников. В трудные 90-е они уехали из России в поисках лучшей жизни, обосновались в разных европейских странах, где обзавелись семьями, друзьями и хорошей работой. Но после событий последних месяцев твердо решили возвращаться обратно. Только в одной Германии, например, и только за этот месяц набралось не меньше 50 бывших россиян, которые хотели бы, не теряя ни дня, перебраться в Россию. Наш репортер Андрей Суханов разыскал некоторых из них, выяснил, почему они решили вернуться на историческую родину и с удивлением обнаружил, что их примеру решили последовать и некоторые коренные немцы. Земля Северный Рейн Вестфалия носит гордое звание богатейшей в Германии. Вот район среднего класса города Бохольд и его коренные жители. Этнические немцы супруги Инга и Гаулина Трост. Он электромеханик, она школьная учительница. У нас большой переполох, готовимся к переезду, простите за беспорядок. Повсюду коробки, уже который день всей семьей они собирают вещи. Но разве можно от всего этого в одночасье отказаться ради шага в неизвестность? Почему вы решили переехать в Россию? Причин много. Во-первых, Германия перестала быть безопасной страной. Если у Хэра Троста и оставались какие-то сомнения, то события последних дней их окончательно развеяли. Люди боятся выходить на улицу. И мы понимаем, что мы ничего не можем сделать. Здесь нет шансов. А я как мать, я очень боюсь за своих детей прежде всего. Я считаю, что у них нет в Германии будущего. Это Штутгарт. Квартира фрау Елены Шульц. В начале 90-х она, так же, как и сотни тысяч других русских немцев, из распавшегося Советского Союза уехала в Германию в поисках лучшей доли. И вот теперь решила вернуться, прихватив с собой как можно больше людей. Это те, кто хочет переехать. Здесь указано имя, фамилия, возраст, профессия, знание языков и капитал. Елена мечтает построить в России образцово-показательную бюргерскую деревню. Ещё вчера над этой идеей многие бы посмеялись, но уже сегодня фрау Шульц составляет списки с анкетами тех, кто готов за ней последовать. Вот, например, Андреас Барч, фермер из Дрездена. Микаэль Цаунрайтер, фотограф из Франкфурта. Или вот, уважаемый доктор Карл Кристиан Бак из Фридрисхаффена. Свою анкету он подкрепил видеообращением. Я надеюсь, мы не будем затягивать и уже этим летом сумеем начать в России новую жизнь. Переселение русских и этнических немцев из Фатерлянда в Россию в ближайшем будущем вполне может стать явлением массовым. Пока одни на низком старте уже сегодня пакуют чемоданы, другие только начинают обдумывать план побега. По последним опросам, здесь, в Германии, число желающих перебраться в Российскую Федерацию перевалило за полмиллиона человек. Вот еще один пример, но уже из Баварии. Этнический немец Ойген и его русская, родом из Новосибирска, жена Светлана. Он инженер, работающий в крупном немецком концерне. Она может позволить себе быть просто домохозяйкой. Угостись. Да. В Бритале. И кажется, здесь у них есть все атрибуты благополучной жизни. Красивый таунхаус на берегу Дуная, гараж, машина. Но глава семейства твердо решил уже этим летом сказать родной Германии «Ауфидерзейн» и переехать в Питер. Я искренне хочу помочь людям в России развиваться и прогрессировать. А здесь, в Германии, по-моему, прогресс уже закончился. И кто знает, но может быть именно у них получится осуществить российскую мечту. Как это в России, к примеру, уже сделал немец Штефан Дюр. Это самый крупный производитель молока в России. И работают у нас всего 3,5 тысячи человек. Переехав в Воронежскую область с небольшим капиталом, он сумел открыть агрохолдинги по всей стране и сколотить миллиардное состояние. Те, которые жалуются на российской бюрократии, они еще не работали, наверное, в Европейском Союзе. И снова Германия. Коренной житель Бохальта Инга Трост на экране ноутбука пристально изучает карту России, прекрасно понимая, что впереди его ждет не земля обетованная, а страна с суровым климатом, плохими дорогами и отдельными бюрократическими недостатками. Поверьте, я осознаю все риски, но все равно хочу переехать. И ведь у каждого из них найдется своя веская причина. Я хочу переехать в Россию, потому что в Германии что-то случилось с людьми. Они словно бездушные механизмы большой машины вращаются по инерции, ничего не чувствуют и не понимают. Германия со всеми вот этими своими... Выглядит это красиво. На самом деле это не так. Этим вечером Ольген и Светлана отправятся на берег Дуная. Явно прощаясь с дорогими сердцу местами, взявшись за руки, они будут долго всматриваться в проплывающих мимо лебедей, словно пытаясь за водной гладью увидеть отражение своего, пока еще туманного будущего. Андрей Суханов, Тамара Кокачий, Денис Аникин. Центральное телевидение. Но вот такой вот еще один штрих картине этой недели, к этой самой картине мы вернемся чуть позже. Денис Аникин. Центральное телевидение. Денис Аник, о которой все остальные, она ехать в других регистр zucchенько. И он, что, на fictional century, она коржкая. Она Ана Клюшпис и Ана Тлак. Глазно зеркала. Главное время. Главное время, город их Революция. Главное время. Главное время, в одном доме, где селега. Денис Аник, конец zigzag odог winds. Денис Аник. Революции. Денис Аник. Денис Аник. МиняRис. Революция цельсия. в городе. Там есть только семьи, дети, и вот эти многие мужчины. Их они любят в стране. Но не все говорят, говорят, что они много. На дороге в новом доме. Удивления из автомобилей. Готово. Это может быть угарская Москва. Вот здесь. В общем, в общем, как и все. Это выглядит как будто бы не Индерин. В Угаре не было Муслами. И я думаю, что 1% или 2% очень греют. Они сейчас думают, что они сейчас уверены. Угар, уже давно цель единственный урлаус- и 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 вовленивых. В Москве на Украине много людей. В Москве на Украине и в России. В Москве есть больше неудачно. Но люди в Украине и в нем fewer страны. Абсолютно из-за планирования это видимо-то. Все остается в этом плане. Хаусы будут от них отбросить. Которые публики в Маклере. Многие публики в нем неудачно. Они приятные, скажут от Маклера Отома. Но от этого года в Европе А также из-за того, как и другого. Из-за того, что мы должны больше заботиться. Из-за того, что мы должны 8 отрабатывать, которые из-за того, что в этом году в Германии принадлежат. Также на Facebook будет Реге об Угаре на Угаре поговорить. Умобиленбюро об этом Балатон у нас есть этот Тренд. На следующий рейдинг. Маклер Хайде будет снова на университете. Третье. Михаил Мюллер. Auch он желает Горькова. Идем он продолжает. В последние годы он поддерживает Горькова. В последние годы он поддерживает Горькова. Но это не reicht ему больше. Он хочет как информатикарь, чтобы премьер на Горькова на Угар. В моей городской городе, когда я ночью или ночью в городе, я слышал кое-каке, который грамматикално правильно говорит. Это для меня уже индивидище, Потому что даже маленькие страны уже предоставлены. Думаю, Михаил Мюллер считает его городом в Норрэн-Westфале. Он считает, что Интеграция исчезает. Вы считаете, что здесь нет Флющиха? Да, я думаю, что в порядке. Я думаю, что здесь нет Флющиха, где мы уже в Угаре, это было не так, что это 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 не так. Люди не хотят, они просто не хотят. Реалитет? В прошлом сентябре сидят тысячи флющих в сердце унгарской области fest. Удивительные люди, которые в Угаре в будущем никто не видит. Президент Виктор Орбан lässt его застан, ригет sein Land об. Один большинство своих воздействий стоит hinter ihm. Угаринские люди не banget это не так, что они не подходят к нам. Угарин — это пфолицы, делают не так, что они не подходят к нам. Угарин, ее парнию и глинах идут к нам. И угаринские люди не помнят к нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Wir fahren nach Budapest, zeigen unsere Aufnahmen dem Politikwissenschaftler Peter Greco. Er ist Experte für rechten Populismus in Europa. Ich war sehr überrascht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich weiß, dass es Schweden gibt, die auswandern. Die waren alle in irgendeiner Form politisch aktiv. Greco warnt, dass die vereinfachten Erklärungen der Populisten vor allem die Ängste normaler Bürger befeuern. Mit ihren populistischen Ideen zerstören sie das Vertrauen in die etablierten Institutionen. Aber ohne die kann eine Demokratie nicht überleben. Der Plattensee. Für manche Deutsche offenbar letzte Bastion des christlichen Abendlandes. Hierher fliehen die Deutschen also vor den Flüchtlingen. Kennen Sie selber auch Flüchtlinge? Den von Sri Lanka, weißt du? Ah ja, den Asylante, ja. Kannst du mal sagen. Dass wir nicht unbedingt gegen die sind. Nee, die sind auch immer zu uns. Wir haben sie eingeladen zum Café. Also Rassist oder sowas. Aber man muss sagen, es ist schon länger her. Abends nach den Besichtigungen. Michael Müller hat seine Entscheidung getroffen. Wir werden sicherlich uns entscheiden, hierher zu gehen, ja. Das ist gut. Wir sind eins. ARD